Друзья, я вас приветствую на канале о Сложном Просто. Спасибо, что заходите. Меня зовут Сергей. Сегодня мы продолжим делать каталог товаров. Это будет API, если хотите, по версии 2023 года на современном фреймворке .NET-C. Мы продолжим сегодня заниматься разработкой. И сегодня будет у нас в поле зрения сущность каталог. Но перед этим я хочу показать вам некоторые полезные штуки, которые уже есть в шаблоне, которые не нужно реализовать, они даются из коробки. И напомнить, что они в фреймворке создавались для того, чтобы делать быстрый набор микросервисов, которые могут объединяться в одно целое через сервис с авторизацией. То есть все сервисы могут авторизовываться на одном. И если вы эту пачку сервисов в руки некий вклад в облако, у вас будет микросервис на архитектуру. Также хотел бы напомнить вам, чтобы не пропустить видео, подписаться на канал, поставить лайк, написать комментарий, отправить деньги. Ну, в общем, вы сами все прекрасно знаете. Для того, чтобы мне было интересно делать видео, а вам было интересно посмотреть, ну, как минимум, лайк поставьте. Вот. Ну, все, давайте переключаться. И продолжим. Давайте для начала посмотрим в эту сторону. Vertical Slice Architecture – это такая штука, которую предложил джин и богарт, когда ваше приложение строится вокруг фич, вокруг так называемых папок, в которых собрано все, что нужно, чтобы эта фич сработала. Ну, или, например, эндпоинты. Или, например, ну, в нашем случае это, конечно, эндпоинты, потому что бэкэнд. Ну, тем не менее, вот вертикально расположенные в слайсе, то есть, так называемые куски кода, которые не взаимодействуют с параллельными, то есть, рядом стоящими. Это удобная фишка, их можно легко включать, выключать, переключать. А делать это можно при помощи UpDefinition. То есть, это сборка, которая как раз позволяет, ну, в общем-то, не то, что визуально, а, наверное, и программно тоже разделить вот эти самые фичи. На самом деле, давайте я про них сейчас поподробнее расскажу. Итак, в нашем проекте, как вы видите, есть такое понятие, как Definitions. И каждый Definition так или иначе... Нет, давайте начнем с другого. Смотрите, есть программ Files, программ C-Sharp, прошу прощения, в котором есть вот такая штука, подключить Definition для сервисов и где-то здесь вот Use Definition. И это такие куски кода, которые позволяют разделить на части. Например, есть у меня Definition, который называется Common, то есть общий, и в нем подключаются все штуки, которые обычно есть при создании нового проекта, новой сборки. Это удобно, когда в одной куче все вместе, потому что, если, допустим, мне нужно подключить Cores, то я делаю UpDefinition, наследник от CoresDefinition, а так, все, запутался. То я делаю CoresDefinition вот так в Definition, вероятно, какие-то методы, делаю то, что мне нужно, и у меня здесь один файл, который автоматом подключится при условии того, что вот это вот существует в проекте, то есть UseDefinition и UpDefinition. Я могу вот этот Cores файл перенести в другое место для другого проекта, могу включить или выключить, например, сделать Override, и здесь могу его включить, выключить, там, в зависимости от каких-то условий, и это на самом деле тоже очень удобно. Ну и такими вот Definition собрано в кучу все вот в папке Definition, которые включаются в процессе старта проекта. Если говорить про Endpoint, то, честно скажу, это те же самые Definition, посмотрите, я, допустим, открою. Давайте запустим для начала проекта, посмотрим, что у меня здесь. Я пытаюсь очень коротенько рассказать про то, что из чего состоится, чтобы было, с чего начать. Итак, есть Profiles, GetRoll и Register, и есть EventItem, который практически полный круг. Так вот, если говорить в концепции существующих, то есть вот Endpoints и есть Profile Endpoint. Если говорить про Profiles, то здесь есть тот самый Profile Endpoint, который, как вы видите, тоже от UpDefinition, наследник, но здесь уже другая реализация. Здесь как раз тот самый GetRoll, Register Account и Mapping, который, собственно говоря, используют методы со всеми вытекающими. И в каждом из методов, например, в методе GetRoll, есть вызов медиатора, который инжектится, и, собственно говоря, весь процесс сводится к тому, что внутри вот этого GetRoll и находится вся бизнес-логика. То есть, если говорить про Profile, например, Fitcher или Slice, вот этот вот, назвать его можно и Fitchers, можно прямо сейчас переименовать, и Endpoints, и, там, я не знаю, еще какое-нибудь придумайте название, которое бы инкапсулировало внутри себя определенную часть бизнес-логика, которая неделима и которая работает в одном контексте. Это очень удобно. И здесь у меня есть Query, который, собственно, описывает действия, которые вызываются через медиатор. Например, здесь у меня есть получение клаймов пользователя, в общем, это обыкновенный медиатор, сборка, которую, опять же, предложил JB Bogart. Вот, и есть метод, который называется Register, то есть регистрация нового пользователя, и они собраны внутри одного Profile Enpointer, в котором есть Query. Естественно, здесь для этих методов используется ViewModule, они тоже тут же находятся. Вот, собственно, вы их видите. И даже есть маббинги, которые используются для вывода. То есть, все собрано в одной куче. Теоретически, я могу вот эту папку скопировать, перенести в другой проект, и это у меня заработает и из коробки, потому что все вокруг то, чего... В общем, все, хватит слов. Так вот, если говорить про то, какая структура у нас сейчас есть, то у нас есть Event, Items & Points и Profile Enpointer, которые, в конечном счете, такие же Definition, которые можно очень просто управлять. И если с чего-то начать, то это, наверное, с категории какой-то... Ну, давайте прямо так вот создам категории, давайте вот так вот. Чтобы... А почему умноженное число? Потому что есть сущность категория, и если я назову просто категории в единственном числе, то у меня будет такой некий конфликт в namespace, я не хочу, я уже наклевался с этого, поэтому я просто создам категории, это будет связано с тем контекстом, что все, что там есть, это все про категории. Ну и... Ой, наверное, правильно было бы назвать категория Endpoints или Features, если хотите, или Feature категории. Ну, в общем, я вот выбрал такой параметр, потому что мы в бэкэнде, у нас Endpoints, и тут четко понятно, что все кончается на Endpoints, в том смысле, что это непосредственно как раз та самая конечная точка, которую будут дергать пользователи, вернее, разработчики других систем. Ну и давайте, наверное, приступим, посмотрим, из чего у нас состоит. Кстати, здесь есть Security Endpoints, я забыл про них сказать, это важно, так как у нас встроен OpenID Connect, который, опять давайте покажу, чтобы прям все было от начала до конца понятно, сейчас система запустится, есть авторизация, то есть, смотрите, если я дерну GetRolls, у меня система не сработает, 401, это значит, пользователь не авторизован, а вот авторизация будет работать на основании того самого OpenID Dict, который реализует, собственно, спецификация OS 2.0, и это, как это сказать, господи, по-русски там, нет, не отложенные, ну вот, выскочил из головы. Ну ладно, потом, к вам расскажу. А, делегирование, вот, это делегирование другому серверу, в частности, OpenID Dict, который, собственно говоря, может авторизовать, а также, как, допустим, Facebook, Google, там, Microsoft, или там, GitHub, ну вот, так вот, я нажимаю ОК, в смысле, вход, у меня пользователь авторизовался, я нажимаю ОК, дергаю, и я получаю роли, которые есть, собственно говоря, у моего пользователя. Ну, вот, для чего этот шаблон, этот шаблон называется Nibble Framework, я прошу обратить на него тоже внимание, можно, в принципе, начинать с него, здесь авторизация уже встроена, включена и работает, то есть, мне не нужно париться по этому поводу. Что касается настроек пользователей, то это тоже, на самом деле, все очень просто, есть, вот такая вот Database Inchalizer, вы сюда просто подставляете свои параметры и вперед. Ну, и что у нас дальше? Дальше, давайте все-таки вернемся к созданию категории, и для этого я создам отправную точку, назову ее категории Endpoints с C Sharp. И, единственное, что мне здесь пока нужно, это выслезать его от AppDefinition, в общем-то, как и все Дефинишины, и это дает мне возможность сделать следующее. Я могу сказать, что я хочу оберадить некоторые настройки, в частности, App, то есть, Web Application, App Объект, и мне здесь нужно сказать Map, ну, в данном случае, давайте Get, для начала посмотрим, что нам, собственно говоря, нужно. Так, у нас есть GetPage, GetAll, Create, но давайте для начала GetAll сделаем, хотя, не особо я вижу смысла в этом, но ладно. Ну, и теперь здесь мне можно, ну, по образу подобия, да, если у меня здесь есть вот такое название, я хочу посмотреть, как мне лучше всего именовать. Так, вот API, ну да, версионирование здесь не включено, ну, давайте также продолжим, Slash API, Slash каталог ну, пусть будет GetAll, такая вот раскладка, здесь поставим точку запятой, а здесь напишем GetAll, и этот метод мы создадим. В общем-то, здесь, в чем мне нужно сделать, здесь мне нужно вызвать медиатор, да, я хочу, чтобы не об этом endpoint, была только информация про endpoint, ка-ка-локс, так круто, ка-та-локс, господи, как я опечатался, это сильно, я хочу, чтобы в этом endpoint, в этом, в этом definition, была информация только про endpoint, и про то, как эти endpoint реализованы, то есть здесь у меня теоретически будет какой-нибудь медиатор, ну, знаете, я даже не буду выдумывать, я вот так вот скажу, что from services, хотя в новой версии можно и писать from services, я возьму вот эту штуку, вот, и добавлю ее вот сюда, чтобы было понятно, как это появляется, айдишник мне не нужен, потому что у меня здесь ничего нет, я буду получать все, собственно говоря, категории, но в данном случае я буду показать все, которые не скрытые, ну, нормально. И по большому счету мне нужно здесь сказать тот самый медиатор, send request, который мне нужно сейчас будет создать, new категории, да что такое категории, get all, ну, как-то вот так вот, и, собственно говоря, этот request полетит http context, вот она, точка, ой, контекст у меня же есть уже, context, точка, request, вот этот cancellation token, в этом случае, если кто-то будет получать все категории, нажбет отмену, и у меня все отменится, ну, и в общем, раз у меня уже категории есть, мне нужно создать папку queries, и в этой папке я могу сразу создать файл, который называется get all, и это будет iRequestHandler, который будет возвращать, ну, давайте пока сделаем просто категории, и я потом объясню почему, или даже категории, категории viewmodel, и теоретически у меня будет здесь список, но я, наверное, буду все-таки возвращать operation result, по образу и подобии, это другая штука, которая тоже, на самом деле, очень полезна, вот, и operation result, вот таким вот образом, и теперь, собственно, появился у меня категории viewmodel, и я могу здесь создать папку viewmodels, и положить туда, как раз, в этой самой категории viewmodel, но я сделаю при помощи решерпера, который умеет, вот таким вот образом, viewmodels, переносить это, ну, в общем, рекомендую, вот, и раз у меня есть какой-то query, теоретически, это может быть даже рекорд, потому что у меня он будет именно так использоваться, вот, и здесь у меня нет никаких параметров, единственное, что мне теперь нужно сделать, ну, я делаю вот так, а вы можете делать как хотите, я здесь создам класс, и этот класс уже будет handler, ну, давайте по образу подобию, я, честно говоря, не помню, вот, есть у меня реквест, а, у меня все реквесты, реквест есть, и реквест хейдлер, ну, давайте соблюдать naming convention, видимо, чтобы это было правильно, я должен сделать вот так вот, реквест, а здесь я должен сказать, реквест хейдлер, и, соответственно, это будет хейдлер, который будет, вот таким вот образом, получать категории, реквест, запятая, возвращать, это будет вот так, и, ой, и мне нужно сделать вот такую штуку, и, в общем-то, вот это, этот реквест будет вызываться из, отсюда, категория реквеста, давайте его назовем правильно, вот, и, соответственно, этот реквест будет перехватываться этим хейдлером, и будет выполняться вот эта операция. На мой взгляд, все очень просто, и гибко, я, теоретически, при наличии совпадений с другими категориями других проектов, могу проделать то же самое, просто перенеся эту папку. Более того, если играть на более высоком уровне, когда вы какие-то фичи поставляете бизнесу, вы можете их, ну, специальным образом, включать или выключать, ну, на предмет реализации в той или иной версии, ну, в общем, это такая интересная штука, которая позволяет делать достаточно гибкие, интересные вещи. Ну, и для того, чтобы мне здесь получить, тот самый набор, этих, как он называется, категорий, мне нужно сюда прокинуть в этот реквест, в хейдлер, мне нужно прокинуть, юнит-ворк, собственно, это еще одна часть той самой штуки, которую мы затронем, вот она, и юнит-ворк, это такой полезный паттерн, который может управлять пачками репозиторий, введя в конечном итоге, каждый из них под своим коммитом, ну, то есть, все коммиты под свое крыло, в общем, почитайте, на самом деле, интересная штука. Я не буду останавливаться на подробностях, просто сделаем это вот так. Я скажу, чтобы у меня здесь было немножко понятнее и виднее. И теперь, что я могу сделать? Я могу сказать, return, так, мне нужен категория viewmodel, давайте так, var, давайте, категории, или я обычно пишу, items, чтобы, все равно, здесь больше не будет категории, поэтому, я вот так вот делаю, юнит-ворк, get-репозиторий, мы говорим, категории, у меня же категории, да, вот он, категории, это я получил репозиторий, а теперь скажу, что get-all, пусть даже будет async, и сюда я дам селектор, селектор мне должен сказать, что, собственно, давайте я вот так вот сделаю, селектор, нет, не так, не так, селектор, и я делаю вот так, чтобы обозначить, что это действительно селектор, мне нужно, чтобы visible было, и, собственно говоря, других у меня ограничений нет, тут все нормально, то есть я буду давать только те, которые действительно видимы, то есть включены, но если я, ну, если админ, ну, кстати, можно сюда добавить параметр, get-all для админа, да, допустим, или, ну, давайте пока не будем этого делать, и здесь у меня есть предикат, который по большому счету, я неправильно вас научил, это был предикат, потому что мы предиката выбираем от фильтровых записей, а селектор у меня, давайте я его вот так вот назову, чтобы их не путать, а селектор это у меня будет как раз в категории ViewModel, вот оно, и здесь мы вот этот вот, как раз категорию ViewModel наполним, смотрите, есть такая штука, называется маппинг, и в данном случае я его сознательно не использую, потому что это достаточно простой пример, простой класс, и мне не нужно изобретать велосипед, понимаете, что все маппинги, они так или иначе жрут память, они остаются на некоторое время в куче, как те объекты, которые маппятся из одного в другой, да, это удобная штука, ну, и пользоваться нужно ее как бы разумно и сознательно. Я посмотрю вот таким вот образом, что есть у меня ID, Publish, Name, ну, теоретически, теоретически, я хочу показать просто список категорий, на тот случай, есть ли у меня, допустим, где-то в меню это должно показываться, там, естественно, продукты не нужны, я возьму вот так вот, и скажу, что у меня вот в этом вот, в ViewModule, есть вот такая штука, как два поля, и еще я возьму ID, чтобы можно было по этому ID найти, потом, собственно говоря, саму категорию. Я вот так то сделаю, я сознательно не наследуюсь от ID, потому что это мне пока не нужно, все хорошо в меру, друзья, я думаю, что вы меня понимаете. Итак, мне здесь нужен ID, это будет SID, здесь мне нужен Name, это будет SName, и, соответственно, Description, будет SDescription, ну, вот как-то вот так. Ну, еще, знаете, наверное, я сделаю такую штуку, у меня в категории ID и будет, будет свойство, которое называется Product Count. Ну, я думаю, что вы понимаете, что это такое. Давайте я напишу, вот таким вот образом, и, соответственно, мне здесь его тоже нужно наполнить, и, смотрите, мне здесь нужен продукт, то есть их количество, и я могу сказать, вот так, точка, но это у меня не сработает, потому что продукты у меня анонабл, и мне их нужно догрузить в систему, так сказать, чтобы в запросе они попали. Для этого я нажимаю сюда, запятая, пишу Include, нет, Include, и я делаю вот так, опять же, Include, это Include, делаю вот так, Include, как раз, что мне нужно инклудить, это продукт, я говорю, что они мне обязательные, теперь они мне здесь тоже обязательные, то есть эта штука просчитает их и загрузит, таким образом, мне появились Atimsy, и теперь мне их нужно, как бы, сделать Return, Нет, Atimsy, ну вот таким вот образом, но, а так как у меня это эйсинковая штука, я могу сказать Return, а здесь могу, так, а, мне Operation Result, все, тогда мне нужно для начала получить эти айтемы, это будет Await, соответственно, Await нужно добавить в Handle, ну, в смысле, в метод, и здесь у меня должен вернуться Operation Result, Create, категория, так, у меня здесь тогда не один лист будет, а, так, пусть будет лист, вот так, я сделаю, у меня же здесь их пачка может быть, поэтому я их сейчас оберну в лист, вот таким вот образом, и, соответственно, здесь мне тоже нужно поменять лист, чтобы отдавать наружу, и здесь тоже, соответственно, лист, не одну категорию обернутый, воперейш, нарезал, а все, ну, и вот у меня лист категории, здесь, соответственно, будет тоже items, да, мне нужно все-таки указать лист, так, а я здесь категория, лист, мне на выходе айлист, но пойдет лист категории viewmodel, вот таким вот образом, так, и она еребенится, потому что, потому что, смотрите, у меня здесь уже все это есть, мне нужно сказать, что вот эта штука у меня пойдет как ту лист, не вижу, вот так вот сделаем, у меня там wait, значит, будет вот таким вот образом, еще раз, я сделал request, который будет запрашивать, на выход будет запрашивать operation result, внутри которого будет, соответственно, список категорий, viewmodel, и для этого я сделал хендлер, который внутри себя загружает в Unitwork, который, собственно говоря, хендлит этот метод, и делается простым способом, я в Unitwork запрашиваю репозиторий, делаю getAll, и здесь делаю селектор, который произведет трансформацию, или projection, если хотите, здесь я ставлю предикат, который выберет только видимые, и здесь я подключил, собственно говоря, продукты, которые должны вот здесь вот подсчитаться. Наружу я выдаю operation result, это та штука, которая, собственно, указана вот, где-то здесь, вот он он, это такая псевдореализация стандарта RFC 7807, ну, потому что operation result появился гораздо раньше, чем вышла спецификация, ну, и она так или иначе отвечает на те вопросы, которые не только программ, ой, как это, программ, ой, проблем detail, ну, и, собственно говоря, другие варианты, где-то есть видео, почитайте, посмотрите, в общем, вот такая штука. Ну, и теоретически я готов выполнить этот запрос, я могу запустить его, и увидеть, что у меня теперь появился новый endpoint, во всяком случае я на это очень надеюсь, да, у меня появился категория endpoint, так, наверное, я его, давайте посмотрим, почему здесь категория написалась, здесь у меня есть, допустим, event endpoint, так, и здесь, а, ну вот, фича группная, это на самом деле тоже интересная штука, давайте ее расскажу, это такая штука, которая группирует ваши фичи под одной, под одной, наверное, группой в свагере, визуально это работает только в свагере, больше это нигде не используется, поэтому, теоретически, можете это использовать, ну, или не использовать, так, где это нужно ставить, а, методы, это нужно ставить в методе, метод у меня, вот он, ну, так, я что-то не то тащу, да, ручки шаловливые, давайте вот так вот делаем, ну, и смотрите, он меня правит, теоретически, он может быть и интернал, давайте я сделаю его, хотя нет, пусть будет правит, потому что у меня здесь папинк, заодно и проверим, работает или нет, я могу также добавить эту схему авторизации сюда, это у меня могут дергать, ну, теоретически все, поэтому это мне не нужна, и я назову эту группу категории, из категории, и теперь мы можем запустить и проверить, что в правильном месте появился правильный адпоинт, вот категория, вот get all, вот я говорю выполнить и запуск, и, ну, понятно, что у меня здесь ничего нет, потому что у меня действительно в категории ничего нет, давайте в следующих видео сделаем создание, ну, а принцип вы, наверное, поняли, я не буду погружаться в такие глубокие подробности, хотя, на самом деле, прошу вас подписаться, насколько это удобно, если я погружаюсь в некоторые детали, ну, и на этом, наверное, давайте с вами попрощаемся, я не хочу делать длинные ролики, опять же, отпишите в комментариях, пожалуйста, ну, насколько вам комфортен этот стандарт, может быть, по одному методу, на видео, ну, давайте вот так пока остановимся, пишите, правильный код. Субтитры сделал DimaTorzok, Добавил субтитры сделал DimaTorzok, Добавил субтитры сделал DimaTorzok, Добавил субтитры сделал DimaTorzok,